Днепропетровск недораховался 12 миллионов гривен. Как вышло, что майно территориальной громады-места вартостью больше, чем 23 миллиона, потрапило в приватные руки у всего за 11 миллионов, сегодня расскажет нам депутат Днепропетровской Мирской Ради Сергей Жуков. Добрый вечер. Итак, речь идет о гостинице Днепропетровск. Те цифры, которые я назвала, действительно таковы. И сегодня гостиница уже в частной собственности. Да, я хочу рассказать вообще сам процесс, как гостиница Днепропетровск, которую мы все знаем, которая находится на набережной нашей красивой, Визитка. Да, перешла в частные руки. То есть в 2010 году ее передали, вернее, в 2000 году ее передали в аренду. ООО «Отель Днепропетровск». Это имущество арендовалось 10 лет. По окончании срока аренды собственники, арендаторы, начали заблаговременно думать, как получить в собственность, как-то стать со-собственником этого целостного имущественного комплекса. И тогда обратились в хозяйственный суд с иском. Хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска. Была подана апелляционная жалоба. И апелляционный суд вынес решение о признании со-собственника ООО «Отель Днепропетровск» на 44,58 по имуществу. Как это произошло? Почему? Потому что в соответствии с постановлением апелляционного хозяйственного суда были осуществлены неотъемлемые улучшения. И в отеле, уже это был не отель, а новая вещь осуществлена. Что же было сделано? Что было отремонтировано? Была отремонтирована котельная, крышная, было построено два лифта, парикмахерская и сауна. И вот это все произвело до того, что отель стал новой вещью. Новым объектом. Да, новым объектом. То есть на все это было потрачено 1,7 млн гривен. Это есть в постановлении суда апелляционного. Дальше суд выдает приказ об исполнении. Городской совет обращается в высший хозяйственный суд, проигрывает, и решение остается в силе апелляционного суда. Для того, как можно пользоваться этой долей, если ее нет в реальности. Тогда ООО «Отель Днепропетровск» обращается еще раз в хозяйственный суд с иском об устранении препятствий в пользовании имущества. И что бы вы думали? После этого городской совет активно начинает помогать этому обществу с ограниченной ответственностью. И что он делает? Он заключает мировое соглашение, по которому четко определяется на 50 листах, вот я могу его показать, это мировое соглашение, все имущество, которое закрепляется за ООО «Отель Днепропетровск» на 50 страницах. И при этом в мировом соглашении прописывается, что хорсовет не препятствует в пользовании имуществом и дает гарантии о том, что это новый собственник. Дальше «Отель Днепропетровск» заблаговременно начинает ликвидироваться. Ну, именно ООО, само предприятие. И ликвидатор в ходе ликвидации 19 декабря 2011 года продает вот эту вот долю 44-58 новому собственнику ООО «ДКО». Ну, предприятие, так называется. Вновь созданное предприятие. Да, вновь созданное предприятие. И 29-12, это буквально через 10 дней, хозяйственный суд ликвидирует ООО «Отель Днепропетровск». Что интересно, центральным кредитором была ЧП «Цессия», которая фигурирует в деле 96-ти объектах и при продаже имущества КП «Левобережный». То есть, известное предприятие. То есть, ООО «ДКО» получило 44-58 долю в имуществе отеля. И вы думаете, на этом остановились? Нет. Ну, зачем же? Можно весь, зачем же? В феврале 2012 года городской совет принимает решение дать согласие на создание общесограниченной ответственности с долей коммунальной собственности, вместе с ООО «ДКО». В апреле 2012 года городской совет принимает решение и уточняет, какое имущество вносится в основной фонд. На 24 страницах идет перечень. Уже не на 50, да? Да, перечень помещений. После этого создается новое общество в июле месяце 2012 года. Называется отельный сервис, ООО «Отельный сервис». И в марте 2013 года городской совет принимает решение продать долю ООО именно свою территориальную команду от новому собственнику ООО «ДКО». И в июле 2013 года доля продается за 11 миллионов 752 тысячи. Хотя при внесении в основной фонд, совсем недавно было аж внесение, было 23 миллиона 594 тысячи. То есть, получается, какое обоснование? Почему? Было 23 миллиона, а тут стало 11. А все просто, потому что тогда вносилось имущество, а продается сейчас доля. А доля, она отягощена какими-то обязательствами. То есть, была создана, видимо, задолженность, что уменьшило стоимость доли. То есть... Документально уменьшилось. Апогеем циничности вообще всей является то, что ООО «ДКО» взыскивает с коммунального предприятия, Бюро учета имущественных прав, часть доходов за использование имущества за 10 месяцев. То есть, с 30-го... То есть, бюджет еще и платить будет, да? Да, с 30-го, с 30-го, 12-го, 2011-го, по 29-е, 10-е, 2012-го года. И сумма составляет 1 миллион 700. Это та сумма неотъемленных улучшений, которые были. То есть, бюджет еще и заплатил за это. То есть, на сегодня целостный имущественный комплекс отеля принадлежит ООО «Отельный сервис». А территориальные громады в учредителях нет. То есть, ну, я считаю, что это системный беспредел. То есть, гостиница Днепропетровска отныне это частный объект, да, принадлежащий... То есть, вся вот эта информация, она из публичных источников. Решение можно посмотреть на сайте городского совета. Решение судов можно посмотреть в едином реестре судебных решений. Ну, на самом деле, все это открыто. И если посмотреть, вот происходящее, то у меня возникает вопрос. Руководители города не знали о том, что происходит. Когда выдавалась доверенность на подписание мирового соглашения, она выдавалась разве не мэром города? То есть, только мэр может выдать доверенность с правами подписывать мировое соглашение, по которому переходит собственность коммунальная куда-то. Никто не голосовал за это мировое соглашение. То есть, какой выход, смотрите, выхода в два, да. Возврат, если это решение как-то, да, будет признано незаконным, либо возврат денежной этой суммы, да, которая, так сказать, недостаёт. Вы понимаете, на этом месте отеля Днепропетровск любая системная компания может построить суперотель. Любая, любая. Это место стоит миллионы долларов, и сам отель. Поэтому я считаю, что когда вот так выводят имущество за два года, и жителей, ну, ещё и потом за счёт жителей, как бы, это всё дело финансируется, взыскивая миллион семьсот, это просто неадекватно. Ну, конечно, надо же успеть довести схему до конца, конечно. Это системный беспредел, который происходит. Ну, вот в настоящий момент он чётко зафиксирован в документах, которые каждый может открыть в реестр и посмотреть. Смотрите, была такая информация о том, что военный госпиталь, да, сейчас ситуация с, так сказать, присвоением военного госпиталя той же фирмой. Что-то можете сказать? Вы понимаете, я военным госпиталем не занимался конкретно, да. Но фирмы, которые занимались имуществом, у нас, они все на слуху. То есть, если посмотреть любой скандал, это одни и те же предприятия. Одни и те же предприятия. То есть, это системная работа по выведению коммунального имущества за мизерные деньги из собственности территориальной громады города Днепропетровска. Кто учредитель этой фирмы? Можете назвать? Сейчас, вот, отельный сервис. Да. Ну, кому принадлежит у нас теперь отель Днепропетровск? Отель Днепропетровск на сегодня принадлежит, во-первых, ООО «ДКО» – это наибольшая доля. И ещё одному частному лицу. А частное лицо кто? Щербина Оксана Алексеевна. Это открытый реестр, в который также можно зайти и посмотреть каждый. Есть единый реестр предприятий. То есть, любой человек может зайти и посмотреть, кто учитель компании. ООО «ДКО» и Щербина Оксана Алексеевна. Ну что, спасибо за информацию. Будем следить за развитием событий. К сожалению, да, остается только следить сейчас, каким будет оно. Про бизнес по Днепропетровске и схемы выведения майна через корпоративные права. Сьогодні спілкувалися с депутатом Министерства Сергеем Жуковым.